МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Коротко о главном сегодня. Застолье под запретом. Полицейские задержали автомобиль, груженный фальсификатом. Обнаружено более 3000 бутылок алкогольной продукции преимущества водки под разными производителями, подмарканными. Без окон, без дверей полна горница людей. Рапсила оказалась не только дешевой, но и противозаконной. Лицом вниз. Руки за голову. Здравствуйте! Я ваш участковый. Кто сегодня мирит с соседей и проводит беседы с населением? И почему это само население так мало о них знает? Едва начались летние каникулы, а результаты бесконтрольного отдыха детей уже налицо. Особую тревогу вызывает гибель детей на воде. Вечером 31 мая в озере у деревни Деревенское Спасского района во время ловли рыбы и купания утонула 10-летняя девочка. По предварительным данным, ребенок подскользнулся на мостике и упал в воду. Второй несчастный случай произошел в селе Поляна Рязанского района. 12-летний мальчик играл на берегу, оступился в глубокую яму и погиб. Известно, что в обоих случаях дети не умели плавать и, тем не менее, находились у водоема без присмотра взрослых. Следственное управление обращает внимание родителей на необходимость проведения соответствующей профилактической работы с детьми, чтобы они не игнорировали правила поведения на воде, а также не находились у водоемов без присмотра взрослых. Казалось бы, на государственном уровне принят ряд мер, чтобы защитить алкогольный рынок от фальсифицированной водки. Но ее по-прежнему не становится меньше. Несколько дней назад на посту ДПС Дягилевский внимание оперативников привлек автомобиль ЗИЛ. Содержимое грузовика тянет на серьезную статью. Сейчас продукцию изучают эксперты-криминалисты, но и без этого видно, что изъятый алкоголь не соответствует ГОСТу. Обнаружено более трех тысяч бутылок алкогольной продукции «Преимущество водки» под разными производителями, под марками «Застолье», «Мещерская роща» и иные названия. Между тем, многие обозреватели приписывают часть вины и Роспотребнадзору, мол, увлеклись борьбой с молдавскими и грузинскими винами и забыли, откуда на самом деле исходят угрозы. Раньше в ассортименте среднего по величине магазина было 100 наименований спиртосодержащих напитков. Сейчас от силы наберется десяток, да и тот весьма сомнительного качества. Проблема уже звучит как диагноз «алкогольный опиум для народа». Похоже, в России нескоро найдут лекарства от этой болезни. Несколько дней назад депутаты Госдумы в очередной раз задались вопросом, почему постоянно буксует миграционное законодательство. С этого года усилили уголовную ответственность для тех, кто въезжает к нам с липовыми личными данными. Но и от этого количество мигрантов не уменьшилось. В главном ведомстве предлагают нанести еще один удар по борьбе с нелегалами. Усилить ответственность за нарушение миграционного законодательства в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. То есть лиц без гражданства будут не только штрафовать, но и сразу выдворять. Правда, тут же возникает вопрос, а хватит ли специальных учреждений, в которых планируют содержать неоднократных нарушителей режима. В последние четыре года зафиксирован рост въезда иностранцев в Россию на 37%. По данным службы, половина из них – представители стран Центральной Азии. Как правило, молодые люди до 30 лет, которые едут работать, не зная русского языка и не имея профессии. Резонно возникает вопрос, кто их возьмет на работу и как вообще они приспособятся к жизни, и чем станут заниматься. Вместо того, чтобы решить одну проблему, привлечь дешевую рабочую силу, получаем другую – праздно шатающихся нелегалов, которые от безделья или от отсутствия уважения к чужой культуре начинают нарушать закон. Несколько дней назад сотрудники полиции с проверкой нагрянули в Сасовский район. Территория, где строится свиноферма, больше напоминает полевой лагерь. В небольших ракушках и стол, и дом, и все, что хочешь. Как в муравейнике. Главное, крыша не протекает. Лицом вниз. Руки за голову. Быстрее, быстрее, быстрее. Руки за голову, лицом вниз, на пол. Через несколько минут нарушители закона образуют длинную вереницу. Заметьте, все подчиняются требованиям оперативников и исправно следуют указаниям. Будь такой порядок и контроль на границах, как минимум часть этих людей, либо сидела дома, либо, как все законопослушные граждане, оформляла необходимые документы. Были задержаны 44 иностранных гражданина, которые незаконно трудились по возведению свиноводческого комплекса. На всех указанных граждан будут составлены административные протоколы, а работодатели будут привлечены к административной ответственности. Напомню, сумма штрафа за незаконное привлечение к трудовой деятельности составляет до 800 тысяч рублей. И это будут цветочки, если данное нарушение закона окажется не единственным в списке нелегалов. В суд направлено уголовное дело по обвинению одного из рязанцев. Мужчина слишком увлекся интернетом. В ходе расследования установлено было, что житель города Рязани скопировал из неустановленных источников в сети интернет компьютерную программу, которая позволяет обмениваться файлом в сети. Также он скопировал порнофический материал с отображением несовершеннолетних. Дальше, с использованием этой программы, он разместил эти файлы в свободный доступ. Как уверяет сам задержанный, он не предполагал, что на многочисленных фотографиях несовершеннолетние. Странно, что взрослый мужчина принял трех и пятилетних детей за ровесников. По словам следователей, грозить ему может до десяти лет тюрьмы. Возможно, наказание будет условным, но оно в любом случае запомнится нарушителю. Кстати, на будущее. Во-первых, не забывайте, что незнание закона не освобождает от ответственности. А во-вторых, не стоит считать себя мудрее других и показывать сольные выступления перед оперативниками широко раскрытыми глазами. Абсолютно все сайты и личные странички в соцсетях регулярно мониторят. Сотрудники управления напоминают, следите за цензурой и тем более не нарушайте закон. К другим темам. В ноябре прошлого года в Касимове пропали двое молодых людей. 23-летний Екатерина Маркова и 20-летний Николай Кожин. На золотистой восьмерке с приметной надписью «Боевая подруга» они уехали из гаража, где ремонтировали автомобиль. Больше их никто не видел. Друзья и близкие до последнего верили – ребята найдутся. К поискам сразу подключились добровольцы, прочесывали местность, искали возможных свидетелей и ни одной зацепки. По версии экстрасенсов пара находилась в каком-то доме в одной из ближайших деревень. У Николая якобы проблемы с лицом, видимо, били, у Екатерины с ногами. Но до сих пор об их местонахождении ничего не известно. Поскольку ни тел, ни машины или ее детали не обнаружено, следователи выдвинули версию, что молодые люди могли съехать в водоем. С целью проверки данной версии из Москвы, из главного управления криминалистики, к нам приехали специалисты со специальным оборудованием. Это гидролокатор бокового видения, который позволяет просматривать дно на большой глубине и на большом расстоянии. Для этой цели есть два гидролокатора. Попробуем применить тот и другой. Вот гидролокатор. Сам излучающий блок находится. Вот он здесь сюда вставлен, чтобы удобно было. Блок обработки является компьютер. Там программа стоит. У него принцип работы следующий. Он в ультразвуке излучает луч 30 градусов по горизонтали и 20 градусов по вертикали. Как бы высвечивает, как фонарь, высвечивает все объекты, которые находятся на пути этого луча. Дальность обнаружения у такого локатора 50 метров. Второй и вовсе буксируема торпеда. На ней установлены стабилизаторы, есть свой блок установки, а щелевые антенны направлены немного вниз. Максимальное расстояние, на которое оборудование позволяет просматривать водоем, с каждой стороны 150 метров, то есть в целом 300. Такое оборудование без труда находит любой предмет размером от бутылки, который имеет разную с водой плотность. Уже обследованы водоемы Касимовского района и пока тоже безрезультатны. Специалисты не прекращают поиски. Кражи, грабежи, соседские разборки, застолья, их последствия, скандалы с битьем посуды, рукоприкладство. По каждому бытовому случаю в полицию не набегаешься, но и безнаказанным не оставишь. Для этого и нужно главное связующее звено полиции с населением – участковые, уполномоченные. Конечно, это давно не прототипы знаменитого Анискина. Кстати, есть горожане, которые искренне верят, что участковые и остались только в советских фильмах. Разберемся, как же дело обстоит на самом деле. Надзиратели, инспекторы – как только ни называлась эта должность в разные времена, но суть от этого не менялась. Участковые, уполномоченные, как и раньше, работают на закрепленном участке с населением. Даже сами отделения, как правило, располагаются прямо во дворах, в жилом доме, так сказать, максимально близко к подопечным. На каждой территории на самом деле есть опорный пункт. Также у нас развешивается информация об этих опорных пунктах. Просто большинство людей, большинство граждан, проживающих в домах, приходят домой, ну, соответственно, люди уставшие с работы и не видят той информации, которая висит у них у подъезда. Не откладывая в долгий ящик, проверяем жильцов на внимательность. Телекомпания «Город» хочу спросить, участкового своего знаете? Я даже не знаю. А то, что за спиной пункт полиции, знаете? Но никогда не знакомились? Нет. А как считаете, нужно знать участкового? Так, должны, наверное. Люди должны, конечно. Ну, значит, хорошо живете, раз не знаете? Не за чем обращаться? Да, не за чем. Вот вам и ответ. Пока не коснулось лично, практически никто не пойдет знакомиться со своим участковым. Приходится брать инициативу в свои руки. Здравствуйте. Участковый полномоченный старший леонетронец. У нас проходит сейчас акция. Здравствуйте, я ваш участковый. Уходим, познакомимся с квартирами, с жильцами домов. Конечно, ни один сотрудникам в форме не отказал. Открывали двери, диктовали инициалы. А спроси их самих сейчас, как зовут участкового, поверьте, вспомнят единицы. Участковый обязан произвести по квартирный обход. И каждая квартира должна хотя бы раз в год посещена быть участковым. Также проведены, соответственно, профилактические беседы, доведена информация до граждан о фактах мошенничества, о поведении в каких-то чрезвычайных ситуациях. Но с таким количеством жильцов на одного участкового знакомство не всегда происходит согласно графику. Одних почти не застать дома, другие часто меняют адреса и переезжают в другой район города. Правда, есть и те, кто в пункт полиции ходят как на работу. И к стандартному протоколу добавляется долгий задушевный разговор о жизни в правительстве соседях. Два раза валили, я к Путина ездила, вот ухо вторник. А к соседям-то не ходили, может, к ним ближе, чем к Путину? Что говорят соседи-то? Не знаю, через суд теперь пошло-то. Все документы я отправила, какой ответ дать? Лучший показатель работы рязанских участковых как раз мир и порядок во дворах и между жильцами. Значит, провели беседу, позаботились о памятках, напомнили о правилах поведения. Так, у вас никаких вопросов нет? Все у вас нормально? Ну, все, спасибо. До свидания. От себя добавлю, терпения нужно немалое, чтобы изо дня в день спокойно объяснять каждому, почему нужно так, а не иначе. И недобрым словом порой вспоминают, и на соседей напрасные кляузы пишут, а участковые обязаны любую информацию проверять, а это и время, и ресурсы. Так что, вспоминая известный мультик, ребята, давайте жить дружно. И цивилизованными способами устранять бытовые недомолвки. Тогда и претензий друг к другу поубавится. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Итог подведу словами великой Марины Цветаевой. В диалоге с жизнью важен не ее вопрос, а наш ответ. Берегите себя. Увидимся через неделю. Твой обычный день в офисе. И ты, как всегда, загружен работой. Документы, звонки, отчеты. Опять звонки. Пора бы сделать и перерыв. Оторваться от бумаг и посмотреть на что-нибудь приятное. На собственного ребенка, к примеру. Ну, или на собственную машину. Что, что-то не так? С ребенком или с машиной? Ага, ты все-таки вспомнил. Детское сидение. То, чего так давно не хватало твоему автомобилю. Ну и твоему спокойствию получается.